Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. А можно сначала стулья? Можно, но деньги вперед. Наверное, вы все знаете, откуда эта известная фраза, но никогда не задумывались, что она отражает. А я вам скажу нашу действительность. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Итак, друзья, вопреки всем ожиданиям, классического подведения итогов года не будет. Никакого пройдет. Этим уже грамотно позанимались мои коллеги. Я лишь на примере этой недели покажу, как мы прожили 2021. И уверена, аналогию вы проведете сами. Я только объясню, почему вспомнила про стулья. Да наверняка вы уже все поняли. Особенно начитавшись мемов на тему «Мы сделаем все, чтобы уходящий год был для вас лучше наступающего». Вы, наверное, ошиблись и хотели сказать, чтобы наступающий стал лучше уходящего. Нет, друзья, мы не ошиблись. Потому что в нашей стране сложилась старая, но совсем недобрая традиция. Утром деньги, а стулья когда-нибудь потом. И никак иначе. Но любят наши чиновники красиво дорогущую жизнь, даже в условиях пандемии, даже при жестком дефиците бюджетных средств. Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага. Узнали спикера? Да, конечно, это единоросс Александр Максимов, считающий, что россияне испытывают лютую ненависть ко всем умным, богатым и образованным. Только я вот не поняла, это сейчас он про кого? Неужели про себя и себе подобных? Так расскажите мне тогда, Александр, благодаря кому вы стали богатым? Какими заслугами отличились? Чем были полезны для народа? Вы же типа наш слуга? Так почему тогда живете лучше своих господ? И да, лично я вас услышала только в контексте вашего гениального высказывания. И до сих пор не понимаю, как так получилось, что в год, когда надо было потуже затянуть пояса, госструктуры потратили 1 миллиард 700 миллионов рублей на дорогие автомобили. А помнится, лет 5 назад им запрещали шиковать и даже ограничили сумму в полтора и два с половиной миллиона. Но что-то пошло не так, и семерка БМВ стоимостью в 12 с половиной миллионов рублей таки выехала в гараж управления делами президента. А за ней еще 15 бизнес-легковушек по 3 600 каждая. И после этого вы верите в закон и законность? Да если бы в нашей стране все делать для людей, то мы бы никогда не вошли в пятерку самых несчастливых стран мира. Согласно исследованиям Gallup International, обгоняют нас разве что Республика Ганна, это Африка, а также Афганистан, Гонконг и Ирак. Форб сообщает, что самый низкий уровень счастья в России стал особенно отчетливо прослеживаться в последние 10 лет. Ау, ребята, вы серьезно? Вы серьезно считаете себя несчастными? Наш руководитель президент мира! Наша вакцина победитель гонки среди всех стран. Ура! А еще в допандемийном 2018 мы занимали первое место по абсолютной величине убыли населения. Да я вам скажу, что если вы спросите Google, в чем Россия опережает весь мир, то в числе первых найдете разводы, аборты, брошенных детей, коррупционеров, алкоголиков, ДТП и многое другое. И все крайне страшное и малоприятное. Зато абсолютно счастливыми себя считают Колумбия, Казахстан, Албания, Малайзия и Азербайджан. Уж не буду вслух говорить, что именно отделяет этих счастливых людей от несчастного о будущем, но счастье, как говорится, любит тишину. А потому... Хотя погодите, и наша страна в последние дни уходящего года устремилась исправить положение. Инцидент произошел в Пензенской области. Там вице-губернатору Сергею Федотову, сотрудница администрации Каменского района, предложила взятку в сумме 3 миллиона рублей, от которой чиновник отказался. Опачки! Интересно, а почему? Там делов-то на несколько разговоров, но просто тетенька очень хотела в кресло главы администрации и понадеялась на Федотова. А тот ее надежд не оправдал. То ли мало предложила, то ли просьба не по силам оказалась. А может, чиновник и вовсе не из этих? Хотя иди на рост. Но я искренне призываю вас думать о людях лучше, чем это может быть, и понадеяться, что Федотов не взял деньги по причине нравственности и морали. Но самое интересное тут не это, а то, что за отказ принять взятку пензенский губер наградил своего зама денежным вознаграждением в 47 тысяч рублей. А тот их опять не принял, перевел в благотворительный фонд. Федотов, ты что за единоросто такой странный? Тебе деньги сами в руки заплывают, а ты не хочу, не буду, не возьму. Вот посмотри на своего однопартийца, депутата Тульской областной думы Александра Ермакова. Тот в свое время по фиктивным документам взял кредит на 230 миллионов рублей. Отдавать его не собирался. Вот, узнаю партию, куда почему-то как магнитом притягивают любителей халявных денег. Но вернемся к Федотову. Если там со взяткой все понятно, то с вознаграждением вообще полный трэш. Друзья, я одна не поняла, за что была выписана премия? За то, что мужик не принял взятку? Вы что, серьезно? То есть у нас исполнение своих основных функций и исполнение закона о противодействии коррупции уже приравнивается к награждению премии? А медальку Героя России не дают за заслуги перед государством и народом? Я, конечно, понимаю, что вице-губер здесь со всех сторон герой. Но давайте палку-то не перегибать, иначе здравый смысл теряется еще где-то по дороге. Кстати, про здравый смысл. Господин Онищенко на этой неделе разрешил привитым россиянам в Новый год петь, плясать и целоваться. Но только с другими привитыми. Также он напомнил, что прививка не панацея, поэтому не забывайте про маски, перчатки и вымытые под ними руки. С непривитыми все гораздо сложнее. Им Онищенко предложил соблюдать правила изоляции. А лучше всего прибухивать дистанционно. Решил накрыть новогодний стол и так рассказываю. Бутерброды с зеленой икрой – красота, вкуснятина. Салат Змейка делал долго. Грещевая икра – дорогущая. Осьминоги в чесночном соусе – ммм. Креветки испанские. Ананас, походу, итальянский, не знаю. И вино 20-летней выдержки – это просто вкуснятина. А кстати, это мысль. Каждый у себя дома в одиночку выпил, закусил, выпил, закусил, выпил, закусил. Уснул, проснулся один в своей постели без синяка под глазом. И тут никаких тебе ты меня уважаешь. А давай еще по одной. И еще на пассажок. Правда, есть вероятность спиться в одиночестве. Но так далеко и глубоко Онищенко не подумал. Зато подумали в банковской среде. Со следующего года дискриминация непривитых граждан коснется и денег. Банки собираются значительно завысить стоимость займа для россиян, не прошедших вакцинацию. По мнению представителей кредитных организаций, выдавая займы одиноким людям без спутника и ему подобных, банки несут дополнительные риски, возмещать которые они собираются путем страхования жизни и здоровья. Соответственно, для заемщика это дополнительная процентная нагрузка. Я сейчас не говорю об ипотеках или автокредите. Нет, я веду речь об обычном потребительском кредитовании, который, к слову сказать, и так не влезет интересными ставками, а теперь станет еще менее привлекательным. И это несмотря на то, что вообще-то подобная инициатива нарушает как гражданское законодательство, так и 353 закон о потребительском займе. Но! Кому ей сделать до простых россиян? Крепостное право-то отменили. А значит и люди обесценились. Теперь в России растут только цены, налоги и ставки по кредитам. А да, растет еще и общее недовольство людей относительно введения QR-кодов и запретов. На ум приходит инициатива новгородского губера полуторамесячной давности, где с 15 ноября он решил запретить вход в кружки и секции детям, чьи родители не прошли условно-добровольную вакцинацию. Мы введем ограничения на посещение доп. образования, не со следующей недели, а через неделю, для детей, родителей которых не вакцинированы или не переболели. Кстати, есть среди зрителей жители Новгородской области. Расскажите нам из первых уст, как у вас обстоят дела с этим запретом? Был ли он все-таки введен или вам удалось победить решение единороса? Очень интересна ваша обратная связь. И пока чиновникам нет абсолютно никакого дела до нас и наших детей, мы выживаем как можем. Это видео прилетело в сеть из Новосибирска, и я не знаю, как вы, а по мне так в этих секундах сосредоточена вся сущность нашей страны, где мать не имеет возможности оставить с кем-то детей, чтобы для них же заработать денег, где не ноет в соцсетях, а тяжелой доли, где просто берет и делает. На момент записи программы так и осталось невыясненным, работает ли женщина в доставке постоянно или это разовые заказы. Зато женщины заинтересовались соцслужбы. Уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области уже дала задание Минтруду и соцразвития о розыске женщины и проверке условий проживания детей. Ну и типа с целью оказать необходимую помощь. Очень надеюсь, что после подобной проверки помощь действительно будет оказана. На серьги в 4 миллиона, как у дочки Мизулиной, не рассчитываю, но хотя бы с едой и с одеждой помочь можно. Или на крайний случай с ранним поступлением детей в детский сад, чтобы мама могла спокойно работать, если уж с папой не повезло. А вот кому повезло, так это не только предполагаемой дочери главы государства, но и ее подругам. В СМИ просочилась информация, что одна из них, Наталья Попова, с которой Екатерина Тихонова училась в универе, неплохо так шагнула в новую действительность. Знаете, кто эта эффектная молодая женщина? Перед вами общественный деятель, венчурный инвестор, популяризатор науки, зоозащитница, кандидат политических наук, телеведущая. Наконец она просто красавица! Да, она еще и модель. И все это всего лишь в 40 лет. Сегодня Попова занимает около 10 должностей в государственных и окологосударственных компаниях, но главное является первым замом Тихонова. И по ходу не только вы на практике. Хорошо все-таки быть талантливой, умной и богатой подругой. Можно работать на 10 должностях и все везде успевать. Россияне, берите пример, пока такие, как Попова, живы. Ну и в заключении выпуска впервые и только на нашем канале такого вы не увидите больше нигде. Шучу-шучу. Наверняка уже видели гороскоп от отрядов Путина, но погодите покрывать их матом. Возможно, вы не услышали главного. Дублирую. В следующем году стрельцов ждет. Жаркая весна, лето прекрасное, цветочки расцветут. Будет радостно и весело идти по улице, и хочется даже жить. Стрельцы, скорпионы вам сейчас прям позавидовали? А если серьезно, то сказка ложь, да в ней намек. Нефиг ждать вам, россияне, ничего. Ничего хорошего, кроме весны и лета, вас в следующем году не ждет. Хотя, не знаю, насколько хороша я, но обещаю, что здесь, на канале РМАК Медиа, я буду ждать вас и в следующем году, и через год, и даже через два, пока блокировка канала не разлучит нас. Я искренне благодарю каждого из вас за вашу позицию, за вашу адекватность и отсутствие равнодушия к ситуации в стране. Очень прошу, не сдавайтесь, потому что разум когда-нибудь победит и что-то заставит взять себя в руки. И да, я в очередной раз хочу поблагодарить наших новых спонсоров. Это Шайтан Кадыров, Рико Путин и Татьяна Лебедева. Увидимся в следующем году. Всех люблю. Пока-пока. С горным настрем. Завстречаем его. Новый 2222 рік.